Всем снова здрасте! Переоделась после мафии, не только я. Ну что, добро пожаловать на не просто свою игру, а на предновогоднюю свою игру на стрим-холидейс. У нас специально заготовлен классный пак, спасибо большое его авторам моим дорогим, моим хорошим из моего комьюнити. Надеюсь, вам пак понравится и удовольствие получат не только участники, но и зрители. Постараюсь сегодня не душить, быть лояльной. Вопросы у нас совершенно разнообразные будут, и аудио-вопросы, и текстовые, и видео-вопросы. В общем, найдется всякое. И на общей темы, и по играм. Но, вот знаете, новогодняя нотка будет царить немножечко во всем. Сегодня у нас играют в своей игре. Вика Картер. Вика! Вика лучшая! Ира Табуба. Табуба. А Ири, кричишь, Ира лучшая? Нет, если я крикну еще и табули, то тогда, получается, это обесценит первое высказание. Тогда мы будем все по очереди друг к другу. А, ну давайте. Александр Вудуш. Не кричите! Лучший! Алексей Ивробян, он же лысый псих. Лучший! Лысый псих лучший! Милан Ротт. У-у-у-у! Ты лучший! Игорь, ты должен был. Милан! А, извините. Да, да. Игорь ГХК. У-у-у! Как будто это... У-у-у! 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 Погнали, ребятушки. Погнали, Чет. Погнали. Скажу, что Игорь ГХК перед началом сказал, что он всех развалит. Итак, темы. Матрица Драгон, плюс вайп 4 к 1, Севентеве Смайлы, Бразерс, Маст, Хевен Хэл, Внимание, Ост, Гарри Поттер, детишки, загляни под Новый Год. Зима близко, зимние карты, ирония судьбы, клаусный вопрос, коднеймс, легендарный замес, новогодние факты, опечатка, традиция, ты узнаешь его из тысячи, ужасики из сугроба, ура-мультики, утренники в детском саду. Фильм по актеру, сомсоставу, холодные игры, что было дальше, что не так на скрине, что скрывает мандарин, и это пишут в стиме. Жесть. Что же, переходим к первому раунду. Чат, напишите пока, как вам темы. Сегодняшней своей игры и какая, уф, пока что привлекает вас больше всего. Итак, тем первого раунда. Легендарный замес, ура-мультики, внимание, Ост, что было дальше, 7TV смайлы, утренник в детском саду. И, ребят, прежде чем начнем, напомню, что первый раунд называется у нас 23.45, да, то есть до Нового Года, вернее 23.15, до Нового Года остается недолго, но время есть. Товарищи стримеры, есть ли среди вас кто-то, у кого не стоит 7TV? У кого что? Не стоит 7TV. Ой, Игорь ГХГ, ууууу. Серьезно? Ясно. Ты что? Серьезно? В этой теме он уже проиграл. Кто хочет первым выбирать тему? Пусть Саня выбирает. Ну, типа батя. Ну, значит, пусть Саня. Итак, Саша, выбирай, что хочешь. Откупорить в первую очередь. Вот эту штуку. А, ну, давай попробуем. Так, вы сами начнете? С чего начнем, да? Мы начнем. Что было дальше за 500? Что было дальше за 500? Здесь будет у вас клип, вам нужно сказать, что дальше произошло. Путер. Так, тут Вика Картер играет. Мы играем без фальстартов, так что можно. Вика, ну это твое. Подождите, а у меня не показывается никакие. Да, там у меня тоже не показалось. Сторонный контент. Ты нажала в клавишку? Разрешить надо. Разрешить? Вон, посередине прям. Вика, ты там взорвешь. Взорвешь всю команду? Я сейчас нажала паузу, чтобы ты разобралась. Ага. Так, отлично. Вика не видела. А подождите, Ань. Вика взорвет всю команду, игра вылетит, Вика телепортирует монстра к себе и умрет, Вика телепортирует орка и его сожрет монстр. Вика, что? Что? Там ты в космосе летала. Игорь нажал. Вика телепортирует орка, его сожрет монстр. Это абсолютно правильный ответ. И пока что Игорь как обещал разрывать, так и разрывает. А, это спасибо, Вика. Афигеть. Так, ребята, на что это похоже? Смотрите, тут мука, яйца. Милан? Это имбирное печенье? Да. Я принимаю ваш ответ, да. Имбирное печенье, имбирный пряник, он же хорош, Милан. Молодец. Твой выбор. Блин, как прикольно сделано, красиво. Паки оформлены. Да, да, старались, старались, ребятушки. Ребята, вы молодцы. Пусть это будет, пусть это будет мультики за 200. Мультики за 200. Ты, конечно, сам, молодец. Назовите мультфильм по кадру. Табуа? Это Клаус. Правильно, абсолютно верно. Клаус. Очень классный мультик. Да, мне тоже очень советуют его посмотреть. Мой модератор Ёшкин Крот регулярно мне его советуют глянуть. Пока руки не дошли. Я не смотрела тоже. Вообще офигенно. Ир, выбирай. Иру снова берет мультики. Понравилось, хочет продолжить. А это что за мультфильм? Разрезанский крес. Блин, а здесь я не прямую. Не прямую. Милан? Полярный экспресс. А вот это приму с удовольствием. Все правильно, все правильно. Хорош, Милан. Полярный экспресс точно. Надо собраться. Так. Ну, пусть это будет утренний в детском саду за 200. Отлично. Нужно угадать стримера по детскому фото бровян. Это Гитман, что ли? Да, конечно. Как ты догадался? Это он. Кубу хорошенький. Гитмурик. Блин, как его главушка раньше. Выглядит, как будто в танке играет. Я узнаю его. Да. Поехали, Сэмэн ТВ. Так. Назовите Смайл. Рукопожать. Абсолютно верно. Так, называется Рукопожать. Спасибо, что проговариваете тему. Удачи, ребята, старте вам выбираете. Продолжайте это делать. За фальш-старте вопрос тут есть. Без фальш-стартов. То есть тут можно прям сжать. Да. Это вообще нереально. О, жесть. Сэмэн ТВ, поехали. Дальше Смайлики Сэмэн ТВ. Блин, я не помню. Это Вайт Волк или нет? Что? Вайт Волк? Что они называют? Вайт Волк или нет? Нет, нет. Баня. К сожалению, нет. Ирочка, говори громче, ладно? Ага, ага. Ну, ребята, ну это же он. Его сейчас с нами нет, к сожалению. Ну да, да. Я не помню, как его называли. Я точно название не помню. Ну как же, ну, ребят. Ну как зовут этого медведя? Ну, блин. Медведь? Бе? Джорн. Да бьё... Вайт Борис это. Вайт Борис. Вайт Борис. Это вообще, смайлики. Кто это вообще знает, как называется смайлик? Кто там использует это? Я же говорю, один смайлик, где будешь третрунки болеет. Вайт Борис в чат. Это вообще. Это мультик просто. Ура-мультики за 300. Что за мультик? Все новогодние. Да, новогодние, потому что это новогодняя своя игра. Я не смотрела. Блин, ну я знаю, кто озвучивал этого персонажа, но я не помню, как мультос называется. Ребят, ну это кое-какая история. Да, да. Какая это может быть история? Как думаете? Игрушка. Давайте, Новый год на носу. Какая это история? Новогодняя. Рождественская история. Джим Керри его озвучивал и персонаж сделал по Джиму Керри. Рискуйте, давайте, не ссыте. Бровян выбрал. Я вон рискнула, с кайфом. Утренник. Утренник за 300. Что это за стример? Я думаю, что это легендарный Михаил Джуз. Абсолютно верно. Я думаю, это фонбук, кстати. Так, нужно не на пробел, а на мышку ставить. Какая же лапочка. Мишаня. Не изменился. Так, ну давайте тогда утренник в детском саду за 600. Опа. Ну-ка. А кто там будет? Так. Это Дина, блин. Как ты понял, да? Такая серьезная. Да, я не успел нажать. Это я, ребят. Я не понимаю, когда нужно жмачку, чтобы... Добьем мультики, господа. Ура, мультики за 600. Падал прошлогодний снег? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Вау. Хорош. Как будто пересматривал недавно Бровян. Бровян лидирует. Выбирай. Ну давайте мультики добивать. Так сказать, не в бровь, а в глаз. Ну-ка. Вот это вот я, например, не смотрела. I'm too old for this shit. Толовец снов. Нет, к сожалению. Блин, а как же он, ну это же он. Игорь всегда ходит по краю. Он так близок. Блин, ну это... В прошлый раз, только в этот раз. А, блин, я смотрела его. Это связано со с нами. Я не помню название. Я пультик точно угадал. Да один раз, ну такой, на один раз. Эх. Хранитель. Хранитель снов, блядь. Да, Игорь, ты хороший, хороший. Но ты понял, что за мультик. Да, я... Мне нравится, что Игорь рискует. Да. Мне тоже. Ну давайте мультик. Особенно, когда не угадывает при этом. Да. Ну что ты, Бровян, ты натыкаешься на вопрос со ставкой. Твоя ставка. Можешь попробовать пойти ва-банк и выбиться в ультимативный лидер. Не, не. Нет, Бровян идет по номиналу 400. Игорь идет ва-банк, хорош, Бровян, что ответишь? Не, паспорт. О, Бровян зассал. Ну, конечно. Игорь, отдувайся. Что новогоднее мультикеть? Да, конечно, тут новогоднее. О, ну это легкий. Так. Давай тебе, пожалуйста, будь здоровь. Это новогодний выпуск «Простоквашина». Да. Так. «Простоквашина». Собственно, и как называется мультик представленный? «Простоквашина». Новый год «Простоквашина». Есть конкретное название, Игорь, твой ответ? Ну, новогодний «Простоквашина». Ну, рука не поднимется засчитать. Ну, Игорек, ну что ж такое-то? Меня дружили за кетик, если засчитаем. Зима «Простоквашина». Она же так и называется. Не, ну это жестко. Ну это жестко. Хорошо. Он говорит, ну, давайте помощним. Все-таки «Простоквашина» угадал, даже кину. Что вы думаете? Мне кажется, что это надо засчитывать. Я обещала не душить. Я не знаю, чат, если скажете засчитать Игору. Так это «Простоквашина», «Простоквашина». Я бы не сказал. Конечно, это «Простоквашина», это сто процентов. Чат, мы засчитываем Игорю? Да, конечно, засчитываем. Он отгадал «Простоквашина». Чат пишет «Дина Залупа». Ладно. Нет, нет. Я бы не даже сказала. Блин, смотрите, мы можем замочнить. Мы можем не засчитать Игорю, но тогда у нас каждый... Ну, какой Кукошкин, блядь? Саша, твой лучший модератор. Нет, у меня лучший дисторшн. Опа. Кукошкин, давай. Ну, вы Кукошкин. Да нет, это бред, надо засчитывать такое. Точно. А, Кукошкин, да, на все. Пишет «Да». Все, значит, засчитываем. Так. Ясно, плюс 500 от Игоря Кукошкина. Мы-то пиздец, если тебе такое не засчитали, это реально... Ты согласен? Нормально, мне нравится, что меня засчитали. Я как бы... Поздравляем, Игорь, у вас тысяча на счету. Новогодние просто Куашкин, а там... Еще не слышно. Ну, тут нормально. Итак, продолжаем. Игорь, пожалуйста, ты почти лидер. А сейчас слушаем, слушаем наушники, надеваем. Вик, Вик, скорее наушники. Нам включили. Откуда музыка? Этот... Шерлок Холмс. Верно, Игорь, верно. Чего? Верно, что, рады, что засчитали. Сейчас он вас вообще разденет. За 300, внимание, Ост. А это кот в мешке, мяу. Нужно кому-то отдать. Игорь, кому ты хочешь отдать? Ну, кто у нас сидит с нулем? А с минусом кто сидит? Давай с нулем. Лучше с минусом. Ты боишься? С нулем. Лучше с минусом. С нулем. Ну что, кому? Игорь, выбирай, Вик. Давайте карту размочим. Да, я из музыки прилетаю от Квики. И смотри, вопрос будет один и тот же. Сколько ты хочешь за него получить? 100 или 600? Да, вообще, по херам, давай 600. О, хорош. Все равно проиграю. Вика, мне нравится, когда ребята рискуют. За 600 играем. Слушай. А чего ответить надо? Я же знаю это. Сейчас. Что такое знакомое, что-то вообще? Я знаю, что это. Чего ответить надо? Это отбросы. Это абсолютно правильно. Это отбросы. Абсолютно правильный ответ. Это отбросы. Отбросы это. Отбросы. Вы слышите меня? Это отбросы. Абсолютно правильный ответ. Это отбросы. Вы слышите меня? Отбросы. Отбросы вы меня слышите? Плюс 600. Тебе приносит коз в мешке. Мортушлюшки. Мортушлюшки плюс они, пожалуйста. Вика, выбирай. Ой. Чего вы хотите? Давайте мы не откупоривали. Давай, что было дальше за 500. Наведи, пожалуйста. А, я нажимаю сама. А, ну хорошо. Так, Вика, выбирай. Что было дальше за 500? Денис. ДТФ. Пять. Ну, я не смотрю как в доме. Как это обозвать? Как мне это воспринимать? Как ДНД-игру или что? Что это за декорация? Что же было дальше? Денису позвонит Елистратов. Денису позвонит Вика Картер. Денису позвонит Тодд Говард. Денису никто не позвонит. Грустные две скобочки. Денису позвонит Тодд Говард. И это абсолютно правильный ответ. Чего, блин? Ну, что, позвонил Тодд Говард. Блин, у Дениса такая прическа модная тут. Да, я тоже сижу на ДТФ. Не переживай, Сладкий. Там Юзи на фоне. У тебя отлично получилось. Тест получится. Не плачь. Хорошо сыграл. Выбирай, Игорь. Красавчик. Лидер. Внимание, Ост за 300. Да я раньше нажала, как это работает вообще. Как я встретил вашу маму. Абсолютно верно. Абсолютно. Две сто уже у Игоря. Постоянно просто жмешь, но все равно. Две сто у Игоря. Внимание, Ост за 300. Да нет, пошел ты! Пожалуйста, Игорь, отвечайте. Теория большого взрыва. Абсолютно верно, Игорь. Абсолютно верно. Я хотела нажать. На сервере сервер. Доволен Кукошкин. Мне кажется, что у тебя дольше воспроизводится. Ну, в смысле, быстрее. Внимание, Ост за 300. Да пиздец. Как это? Игорь. Игра престолов. Абсолютно верно, Игорь. Абсолютно верно, Игорь. Он просто, мне кажется, сразу при фаера, знаешь? Я при первой минуте нажал уже. Ладно, дождать, пока они будут не знать. Внимание, Ост за 300. Пожалуйста, Игорь. Это Гарри Поттер. Абсолютно верно, Игорь. Ну что, 3000 у Игоря, ребятушки. Да это первый раунд там потом больше будет. Пожалуйста, Игорь выбирай. Игорь, ребят, шанет. Да-да-да, там. Ну давайте утренним детским саду 500. Ну давайте утренним детским саду за 500. О, вопрос со ставкой, ребята. Ну здесь, мне кажется, без ва-банков не обойтись. Но Игорь обходится. 500 ставит он, Вика. И Вика идет ва-банк. Хороша, мне нравится ее игра. И в примерах ты угадываешь, что сложное. Побольше бы дам. Бровян. Да я что-то как-то знаю. Ну-ка, не, ну, как вы ставите. А как вы ставите? Я могу... Либо ва-банк, либо пас. Провян ва-банк пошел. Да, тебе, ну, конечно, стримера по фотке угадать самое простое. Да ты что, шутишь в том, Лейд? Бровян у тебя ва-банк. Бровян у тебя ва-банк. Без вам сказок, пожалуйста. Кто это? Ой, Лизи. Кто это? Я не знаю, кто это такой. Как это? Я реально не знаю, кто это такой. Блин. Сейчас. Мне напоминает... Ой-ой-ой, бровянщик. Кажется, ноль. Так, время идет, но пока что есть еще секунд 5, 4, 3, 2... Стоп, время, бровян, кто это? Без понятия. Без понятия, неправильный ответ, к сожалению. Это был... Смотри на экран. Андрей Хайбов. И бровян обнулился. Я бы в жизни догадался. Да похож, похож. Ну что, вудушникой это было? Видишь уже, я уже вижу, что до этого... Скажем так, что... Ну а здесь Сигарь не всего него. Сэмэнтв смайлы за 300. Уф. Ну вот тут какой... Что, лампочка он называется? Там обожают смайлик. А что, никто не с названием? Это мхмм. Да, это он сейчас срочно. Это бухг. А то, что он новогодний, там... Нет, тут 7 минут еще как гадать, да, Саня, типа, вот как-то угадать. Смайлову пятюню дай мне. Туда, так, колка. Получится река. Саня, ты знаешь, эти смайлики? Выбирай бровянчик. Да, поехали отыгрываться. Сэмэнтв смайлы выбирает Бровян. Абоба, бровян, пустой. Абоба. Абоба, абсолютно правильный ответ Бровян. Саня, вот. Абоба, бровян. Сань. Игорь, чтобы после этой игры ты поставил себе 7-ТВ. Я даже не знаю, Сань, что это за 7-ТВ. Я даже не знаю, что это за 7-ТВ. Что, Игорь, нормально? Угадывай, дорогой, угадывай. Сиди смотри. Угадывай, угадывай, давай. Смайлики, ну-ка. Приятный новогодний смайлик. Знаю его хорошо. Сейчас, ну-ка, играем в это прямо сейчас в чате. Ну, что у него в руке, ребят? Сань, ну, можешь рисовать. Что у него в руке, скажите мне? Снежок. Чай питье? Милан? Снежок. Правильно, смайлик-снежок. Ну, только Милану мог угадать снежка. Игорь. Что? Я просто люблю в снежки играть. Милан, выбирай. Вопрос какие-то. Так, к чертям, смайл эти. Ну, детско-садовцы, смотрим. Ну что же, утренник в детском саду за 400. Аляша. Правильно, абсолютно верно. Серьезно? Серьезно, Аляша. Ой, какая кошечка. Справа, да? А справа вообще рысь. Давайте добьем утренник в детском саду 100. И за 100 утренник в детском саду. Ну, это братишкинов. Абсолютно верно. Вообще не изменились. Ну, кстати. Ну, я недавно его видел вчера. У него муж такие на детской фотке острые, как у эльфа прям. Прикольно. Что было дальше за 500? Эльф братишкин. Поехали. Нужно сказать, что было дальше. Спокойно, ребят, спокойно. Вот воду она, когда пьет, она что делает? Итак, Хайвер даст ответ вместо Кармика. Произойдет тот самый момент. Гид рукопожатия глот. Гитман психанет и уйдет. Кармик наорет на Гитмана. Ребят, ну мы же... Алло. Ну, Гитман психанет звучит как правда. Нет, Вик, нет. Это же легендарно. Кармик наорет на Гитмана. Нет, ну это же легендарный момент. Да где вы, какой он легендарный? Это тот самый момент Гид Глот. Конечно, Гид Глот, блядь. Сейчас увидишь. Если Гид, рукопожатия, Глот. Что такое Гид Глот, блядь, ёбаный рот? Нет, просто, просто. Вот горло. Глотай, глотай, глотай. А осуществительное? Глотание. Существительное, другое. Вот один, один он. Он один. А чем ты дай, блядь? Глот. 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 Это то, что Кармик смывает просто постоянно. Блин, я думаю, будет слишком просто. Там прямо написано тот самый легендарный момент. Блядь, ну не может быть так. Это оно. Опа, кот в мешке, мяу, нужно отдать кому-то. Кому дать? Ну я так понимаю, что у нас, надо, Саша, ответишь? Давай попробуем. Ну давай, Санечку. Знаю, какие моменты. Так, ну что же, Саша, вот за 100? Ну Максу Хатрулос, хороший, люблю такой. Не, там есть. За 600. Не, ну конечно, за испанского. На испанского это получилось. Весьма проникновенно. Что будет дальше? Соседи постучат по батареям. Дина попробует повторить озвучку. Я знаю, ответ. Прилетит огромный донат с просьбой сделать ахигао. Или Дина упадет со стула. Саш, что я сделала? Сейчас, секунду. Значит, соседи точно не постучат. Дина не повстает. Прилетит огромный донат с просьбой сделать, Дина упадет со стула. Я думаю, что это вариант Д. Саша, ну смотри на экран. Ну я ответил, Д. Нет, так нет. Я никогда бы не подумал, что ты это сделаешь. Мах-мах-мах. Мах-мах-мах-мах. Мах-мах-мах-мах. Слушай, ахигао вообще не так делается. Это не ахигао, Саша, а повторила озвучку. Да, это испанская озвучка была повторена. Саша, можешь подсказать, как ахигао делает? Конечно, я могу показать ахигао. А я встану даже, чтобы посмотреть. Ну потом, ну потом. Выстану уже свою. Я могу показать, как с большой невидимой соломкой сидя на языке. Что, блядь? Что, блядь? А что, побед в следующем паре? Да, я думаю, я сказала. Я вам так сказала. Мобед сегодня все в острове. Блин, смотри, сколько они бегут. Блядь. Целая семейка. Даже, даже. Не надо. Даже не думал. Что будет дальше? Орк применит секретную смертельную руку. Закляйте на всех оленей. Лапочка Орк не станет убивать оленей. Софика опередит... Софика, правильно. Опередит Орка и убьет оленей сама. Или ребята отвлекутся на зашедшего дискорб Бьерна. Картер, Вика? Знаете, можно выбрать любой из вариантов, но так как там есть Аркадий, и, конечно же, это прекрасное применение секретного смертельного заклятия на всех оленей должно быть. Абсолютно верно. Потому что Софа должна пройти путь. Абсолютно верно. добьет смайлы за 300 смайлы сосалка да конечно бровян еще умничка поставь срочно я знаю что будет я знаю что будет саша здесь рекрент убьет гитмана и гитман будет орать да кто зовет его в эти игры блять кто его блять шутере зовет этого рекрента блять гитман сгорит короче хочу обратить ваше внимание саша ответил еще даже показали варианты и он ответил правильно вот это легендарный момент прекрасный гид легендарный замес за 200 да у нас осталось только кулинарная тема погнали да что за блюдо по ингредиентам ну-ка мимоза правильно правильно вы готовили это я увидел по этой самой поры беда тоже отвечайте что в том кек вы кек вы ха 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 отвечайте тоже в чате дроби этот замес ну-ка оливье про я хочу оливье я кстати вчера ваш в оливье покушала большое вам спасибо хочу еще это вопрос и дина спасибо большое его все забыли мне было обидно я навалился салатом думаю что кайфану на него не так плохо что не могу себе брови выбирай легендарный замес за 200 а это что у нас крабовый салат про это с рисом конечно не уважаю дождя с чем он вообще без риса начали ну и добавляли в целом изначально когда нужно увеличить объем салата его добавляют без риса вообще многих это классический рецепт да я против крабового салата я не люблю у каждого в каждой семье свой рецепт салатов это норма продолжаем легендарный замес за 200 конечно же лучший салат в мире селедка под шубой селедочка под шубой это она блин какие аппетитные фоточки красивые последние кулинарная просто бутер из красной рыбы и икрой да это они подведем итоги первого раунда лидирует у нас y гхк поздравляем 3500 не зря ему постам запасу самая быстрая рука тепла запада дальше идет бравия на смайлах поднялся 1300 между прочим бравиян восстал из пепла точно феникс обнулился потом фух стремительно ракеты выстрелил у вики картер 1200 на салатиках хорошо у милана 600 у ирочки табу будет 300 и минус 200 пока у саши но все впереди ребята потому что нас ждет второй раунд а мне интересно модераторы уважаемые делают 23 30 ставочки в чате не у меня не делают обычно не не обычно против да вроде как я оставила вчера и так тема второго раунда холодные игры плюс вайп новогодние факты 4 к одному это пишут в стиме это будет угадать решки по комментам вообще мальки ребят прежде чем стартанем второй раунд у меня обращение еще живым зрителям скажите вот вы смотрите сейчас на твиче или на vk play просто вдруг если вы не знаете на vk play у нас тоже идет трансляция на канале саша в душа и тоже все дело можно смотреть и не просто смотреть не просто нужно не просто можно но и нужно потому что там вы можете выигрывать специальные значки с вами со стримерами и если вы соберете всю коллекцию наших значков то вы получите эксклюзивную футболку стрим холидос так что если у вас сегодня открыт трансляция на vk play прямо сейчас идете и открываете ребят на одежда ну что же у нас выбирать будет первым саша саш что давайте попробуем детишки за 200 откроем тему посмотрим что там давай детишки за 200 надеюсь что нет века собственно из какой игры я так конечно нужно угадать игру да это игра в класс хорошая тема прикольно так выбираем игорь а тут будет 200 блин такой а можно только игру что так только игру и нужно не знаю как обычно можно это я рискну это возможно и к как и к нет это не она да и бровян потерял кто-то рискнет бровян только что сказал никто не нажмет что ли просто мальчик ладно хорошо и игры достаточно да все спасибо большое давай игры все еще в детишках сидит за тысячу эту код в мешке мяу нужно отдать кому о я знаю на специалиста по играм с саша хорошо давайте вот я думаю что сейчас милан отлично посмотрит как картер угадывает за 1200 да давай на все играть хорош визирается такой настрой ну-ка поехали ой что пришло игры без понятия какой-то лох ошиблась я не знаю такая рисовка как будто это какой-нибудь life is strange такое но я не знаю ну это как будто кинцов какой-то да ну да какой-то пусть будет life life is strange я все равно не играла к сожалению это неправильный ответ ребят кто знал я знал ну давай скажи прежде чем появится это нэйтан дрейк молодой из игры uncharted 4 это абсолютно верный ответ спасибо игорь что передал это не века выбирайте теперь саня есть все выводите подказал и даже какой-то пусть другую тему попробуйте хоть добивать детей сразу я слышу же щелканье бра это beyond the source абсолютно верно это бы я абсолютно верно джоди холмс и и звали почти как шаром это это ребенок барона не родившийся которому не дали имя и поэтому его закопали ну типа его закопали и он стал вот этой вот кулебякой я забыл как она называлась не забыл и гоша и гоши и гоши точно да хорош игорь давайте убьем детей дальше убивай детей до 2 . да я знаю тебя из тысячи бровянчик маленькие сестрички из бешока детей больше нет кого теперь жмакать так давайте снимем так это пишут в стиме собственную игру по отзыву распорядок дня 6 утра утренняя проповедь 6 30 принять пищу из экскрементов 7 00 обосраться обливаться 8 30 помолиться 13 00 работать в каменном в каменоломный 4 помолиться выбирай вик на тебя отгадывайте за 1200 ползу в тиме та игра в которой вся ваша дедукция и подозрение окажутся в канаве с дождевой водой это хэви рейн абсолютно верно обратил внимание на важное слово да блин я подумал что слишком легко будет за 200 так холодные игры за 200 продолжение перезапуска приключений неутомимой расхитительности гробниц направляет ее в занесенную снегом морозную сибирь саша ну это так и называется сайберия по нет саш не забытился на поиски русской атлантиды это лара крофт ну а ну что название может нет продолжение перезапуска томбрайдер ну лара крофт важно засчитали тут райсов за томбрайдер это было нечестно но нечестно и вы считаете нужно отнять вики волга есть один задушил было бы нечестно я века я был за тебя за тысячу по отзывам вы когда-нибудь хотели поиграть в обложку дес метал альбома какая-то игра слов наверное которая не давайте собственно это буквально подсказка есть такая группа и же киевскорн слава бога ничего не нажал группа корни выбирай за 1200 холодные игры игра представляет собой атмосферный платформер где девочка или писец путешествует по просторам крайнего севера а также предлагает головоломки которые необходимо решать для защиты от врага играл но это не дышать надо это платформер смотрите из двух слов состоит начинается на never give you up never она не одна да она с кем-то never never я играл кстати в эту игру это играла она миленькая девочка и писец да но я не не смог вспомнить а в чате писали даша путешественница холодные игры за тысячу третья часть приквел серии игр про экспедицию на скованную льдом забытую планету включающая разборки с местной инсектоидной фауны и суровыми условиями вечной зимы в комплекте покатушки на человекоподобных буровых установках какая-то планета ребят какая-то планета какая-то планета очень похожи на дэдспейс 3 на самом деле это планета не могут найти планету лос плавал чат угадал за 1200 плюс вайп наушники слушаем вик прямую или группу или название песни блин а музыку не слушать это поет человек с именем марк хопус и это солист блинк 182 плюс хоть фо и других групп абсолютно правильно блинк 182 хорош игорь плюс 1200 я так мало слушаю музыки я вообще не чувствую мы сейчас чувствуем себя как игорь 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 у нас что-то про рождество рождественские песни вайп плюс димсей страйк выбирая игорь ну давайте холодные игры за 800 очередная часть серии игр про тайное общество убийц посвященное приключениям викингов на заснеженных локациях как реальных норвегии англии америки так и фантастических мирах скандинавской мифологии ассасин скриц викинги хорош хорош саша сюда баллы давайте плюс вайп за 600 слушаем музычку стеклового стекла вата абсолютно верно она поешь это новый 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 год все мечты исполнит играет с задержкой в наушниках и тут у меня сейчас голова поедет поэтому с ними наушник с колонки типа вайбанули вайбанули так поехали еще права еще музычку плюс вайп за 600 это дискотека авария абсолютно верно наши варианты саша признавайся плясал такие конечно конечно так ну что выбирай холодные игры 400 и я думаю это фрост панк опа ты хочешь прям сразу нажать прорывная и гениальна для своего времени с точки зрения геймплея и подачи сюжета история про противостояние двух братьев в кавычках на заснеженном острове близ аляски вышедшие изначально пс-1 это возможно металл гир абсолютно верно бровян вау нифига себе красавчик жестко как моя любимая игра моя тоже за 600 добиваем холодной игре этого моего любимого ставкой это возможность для кого-то выйти далеко вперед идет ва-банк саша ты сейчас на втором месте по очкам что ты скажешь ему предлагаю всем ва-банк мужики кто засыт тот лох но давай я дам 1800 ставка ва-банк саша идет ва-банк позже весов добавили горные вершины аляски и японии и даже возможность поучаствовать в зимних олимпийских играх восемнадцатого года блин подожди а я забыл кстати как она называется чат знает блин я забыл как этот зимний период я помню я помню эту игру но я забыл как у нас время вышло я просто забыл как ответ я забыл я не скажу не запомнил к сожалению с но я знаю такие а не там и это сцена и скачивал в лио мои но ничего саша еще полно вопросов чтобы ответить я и просто скачивал я не мы в нее реально играли игорь ты бы ответил нет я и узнаю но не закон ответил мы покупали даже выбирай саш да игорь непонятный банк плюс вайп за 600 слушай музыку слову я не знаю но это абсолютно верно я бы никогда в жизни не сказала как его зовут блин б за что пойдем на парад давайте плюс вайп 600 еще слушаем еще музычку моя мишель саш откуда ты знаешь это мой любимый трек я ставлю каждый начале стрима хорош мы все откуда я это знаю я ваха я в шоке что ты думаешь что я такой не знаю что мы можем мы друг без друга правят не знал санюши компакт ну все все дамы уже почти не было 1800 2200 2200 я не помню тоже выбираешь но это жуткий компакт идет прямо сейчас на ваших глазах добиваем плюс вайп это не ванила sky или же на бою альта была альта блуз в игру а что такое хорошая Конечно, не успеваешь пропельчик тут нажать из-за вас. Бля, степ забыл на 2200. Как будто что-то из Атомик Харта. Милан, Вика, догоняйся. Ребята все за тысячу летели. Да я ему музыку не слушаю. Новогодние факты 200. Я сериал не смотрю. Так, откупаем новую тему новогодней факты за 200. Назовите исполнительницу колыбельной песенки для елочки. Которая в лесу там вот это родилась? Алла Пугачева. Милан. Это 200? Снегурочка. Нет, ну кто пел песенку? Нет, не она. Какую песню? Колыбельная для елочки. Маленькая елочка, полная земля. Метель. Абсолютно верно. Метель и пела песенку. Спи елочка. Я думаю, исполнительница какая. Хорошо. Ловушка. Стример не тупой. Новогодние факты. Ё-моё, за 1200. Кот в мешке мяу нужно отдать. Ну давай, ты же насобишь снежок? Да Игорь! Милан получает вопрос секретом. Кота в мешке за 200 играем или за 1200? Чё? Да вставь всё, чё ты? Милан? Да всё, давай, всё, давай. Это будет легко. Я тоже поиграю с тобой. Я помогу. Врёшь. За 1200 хорош, Милан. В Германии Новый год отмечают шумно и весело. Не зря с первым ударом курантов там принято забираться на мебель. А с последним ударом делать именно это. Слезать с неё. Отвечает у нас Милан. Может прыгать? А будет слишком просто. Хотя вечер не бывает. Спрыгивать что-нибудь такое. Так, оператор, не подсказываем. Ладно, пусть это будет подпрыгивать. И это абсолютно правильный ответ. Прыгивать в Новый год. Хорош! Ладно. Выбирай, Милан, выбирай. 4 к 1 за 400. Давайте посмотрим, что такое. Поехали. Угадай игру по четырём картинкам. Что за игра? Табуба? Дредхангер. Оно, оно. Вначале карты, потом прикольно. Саша, ты не играл, да, в Дредхангер? Немножко играл. И как тебе? Я, кстати, не играл, да. Прикольно. Здесь Вика должна была. Я не успеваю, понимаете, вообще с вами. Новогодние факты. Косарь. Понравились, да, новогодние факты. Косарь. Подарок от составителей Пака. Вы были лапушкой-зайчкой в этом году. Ведущая нажимает да, а вам достается тысяч очков. Всё. Косарь. Да. Да, только, Ир, нажал-то Саша, будешь? Да, я нажал. А подожди, нужно было нажать? Да, вот он нажать. Он нажимает пешачку. Я думал, что он бросил. Я думал, что он берёт. Верните-ка. Нет, он нажмёт первый, конечно. Жель. Ясно. Скреселый сайп. Четыре к одному за шестьсот. Это нечестный косарь, помните? Угадай игру по четырём картинкам. Что за игра? Крюк у нас здесь. Бегает от этих... Сейчас я вспомню, это называется Dead by Dead White. Да, абсолютно верно. Да, да, да. Ну да. Dead by Dead. А при чём здесь водоканал? А, там люки прячутся. Так, это пишет Симе. За восемьсот. Это пишет в Симе. Мам, купи Bloodborne. У нас уже есть дома Bloodborne. Bloodborne дома. Life of P. Абсолютно верно. Да, жёстко. Как ты так ловко угадал? Я подумал про другую эту. Я так понимаю, когда я что-то отгадываю. Такие элементы. Ну, просто, как по мне, это... Четыре к одному за двести. Так, а это что за игра? Смотрите, Леон. Зонт. Resident Evil. Абсолютно верно. Два, если интересно. Да, я бы сказал два. Вспоминать, как зовут этого чела. Да, который он сказал и сразу. Да, это пишет в Симе 200. Если этот отзыв наберёт тысячу лайков, моя жена оденься поиск в мидер. Балдер с гейдером. Абсолютно верно. Я даже не могу с вами соревноваться. Плюс в чат, кто прямо сейчас в костюме. Да, четыре к одному. За 1200. Что за игра? Классная тема, скажите. Блин, я... Я нажала, чтобы подумать. Давай, Вика. Вика думает. Я знаю эту игру. Так. Это про выживание в лесу. Надо камнями кидать. В зайцев там ходить. И она называется... А, я понял. Винтер. Винтер. Она у меня вылетела из головы. Так. Нет, другая. Минус 1200. Я понял, о чём ты. Но другая. Вика, время, к сожалению, стекло. Нет, я забыла. К сожалению, Вика забыла. Я знаю эту игру, я в ней играю. И сейчас я слышу шлепанных клавиш уже. Это Sounds of the Forest? Нет. Нет. Что? Нет. Нет, что ты сказала? Другая, давай, другая. Да что ты сказала, я не слышала. Что Ира сказала? Ну, я сказала про Forest. Про Sounds of the Forest. К сожалению, нет. Да, пожалуйста. А чё это за игра? Ребят, вы же знаете. Там тоже это было. Точно играли. Винтер компанией. Я не помню название. Не Винтер, вот это не Винтер. Нет, она не мультиплеерная. Это сольная игра. Это сольная игра. Это сольная игра. Там ещё не крафтит. Ты должен просто выживать там. Да, мы не играли. Вы сейчас её все узнаете. О, Милан. Ты нажал, Милан. Ты нажал. Ну? Сейчас. Милан. Милан. Милан, надо задать ответ. Милан. Милан. Ты забыл, что ли? Нет, у него есть, там таймер. А, есть. Alone in the Dark? Нет. Чё-то как-то... Короче... Блин, как же он был близок. Да-да, Лон. Вон Дарк. Вон Дарк. Вон Дарк. Нифига-то как был близок, реально. Ёлай-ка. Блин, так я бил, дальше я, возможно, не размешиваю. Дуратский крон. Не услышал, да-да, я сказал, да. Надо было сживать что-нибудь. Четыре к одному за тысячу. Да-да. Побуба. Это Сибирь. А вот это уже Сибирь, правильно. Это уже она. Жёстко. Я просто побоялась, что все знают The Long Dark. Оскар. Так я нажму и вспомню название, а никто не знал. А я не играл. Ну, четыре к одному. В The Long Dark даже не играл. Классная рубрика. Игра по четырём картинкам за 800. Макс Пейн? Это Макс Пейн. Да, это он. Это он. Слой-мотион. Ну, пойдёмте в новогодний факт. Интересно, ребята в чате успевают раньше вас отвечать? Конечно. Вы прям молодцы. Новогодний факт за 800. Кто в 1700 году издал указ, согласно которому Новый год необходимо отмечать 1 января? Ну, простой вопрос, ребят. Вы все его знаете. Ну, просто я знаю, знаешь, показаться. Ланда, я буду пробовать. Кто? Я буду пробовать. Сейчас дата. Это моя любимая, конечно, всегда была. Но я предположу. Так. Он же у нас, может быть, может быть, он много чего сделал. Не только прорубил окно в Европу. Может, это первый? А может, и он. Да, абсолютно верно. Мил он. Хорош. Я когда всем мире он утвердил. Ничего там власть. Как ты? Но не во всем же. Так. Пусть это будут новогодние факты за 600. Сколько раз на территории России можно встретить Новый год? Восемь часовых поясов поединения. А вот сейчас, ребята, пишите, из какого вы города, потому что сейчас этот вопрос актуален. Ну, блин, там, да. Давайте я, вы добьете. Разминируйте. Давайте я попробую, вы добьете. По-моему, восемь. К сожалению, нет. Больше. Блин, ну это очень сложный вопрос, потому что от плюс-минус один ты ошибся. Давайте девять, потому что, ну там скорее всего. К сожалению, нет. Ребята, у нас примерно 20. Давайте все попробуем. Давайте поскольку. Если бы каждый протыкал, кто-то бы ответил правильно. Да ну это плюс-минус один, это не реал. Для всех сутыкать. Молодцы, кто не сыт. Выбирай Милон. Я убираю. Хорошо. Новогодние факты за 400. Добиваем тему. Родина Снегурочки. Вот вроде очевидно, а вдруг там подковырка. Давай, ты все очевидно. Тыкай. Все очевидно. Тыкай. Вот хорошо, я лохла. Лапландия какая-нибудь. Как? Лапландия. Блин, ты молодец, что нажала и тыкнул, но ответ неправильный. Блин. Внучек Дед Мороз. А где она родилась? В России. Она родилась здесь. А я не помню, в каком городе? Фрязино. Костромат. А, вот эти вот не. Это вообще пол. Дед Мороз, Великий Устик, Снегурочка, Костромат. Не знаю, в лошадь Снегурочки. Ребята, это пишут в стиме. Последний вопрос раунда. И как раз вопрос составки шанс для кого-то улететь просто в стратосферу. Милан, что скажешь? Если Дед Мороз у нас Великого Устяга. Это пишут в стиме. Ну пусть будет. Вот, я тоже думаю, что... А сколько, за сколько было? За сколько хочешь? 400 было. Номинал. Где сколько хочешь? Там не рядом, наверное. Хотя я не знаю, где. Номинал пусть будет. Кто вообще знает. Номинал поставил Милан. 400. Табуба, что скажешь, Ир? Да я... Ладно. В смысле? Ира пасует. Бровян. Конечно, ва-банк. Ва-банк. Конечно, ва-банк. Саша, ва-банк. Есть яйца или нет? Ждем отмета. У меня нет. О, Игорь снова пасует. Боже, пишите в комментариях. Игорь снова застал. Ну что ж такое-то? Внимание. Играем перса без эмоций и языка. Молчим всю игру. Пинаем кур. Убиваем оборотни. Соблазняем мэра Глушвиля. И имеем погоняло Кура-щуп. Шикарно. Глушвиль. Обрати внимание на название города. Это фейбл? Классная игра. Сейчас будет 5000. И, Саша, твой ответ? Надеюсь, это то, что я думаю. Нет ответа. К сожалению, у Саши нет ответа. Это же фейбл по идее. А это фейбл. Глушвиль. Вообще не возможно. Ёбаный стыд, блядь. Я вообще никогда не играл в фейбл. Даже не знаю. В смысле? Я ебалый ролик. Что ты сказал про фейбл? Максимально нахуй. Просто ебалый ролик. Что теперь это? Фейбл. Просто пиздец, блядь. Миллиарды охуительных игр взять эту, блядь, в которой играло три человека, блядь. Махуя, блядь. Вот три человека, которые играли в Миллиарды. Это две двести просто. Обратите внимание на название города. Что, пиздец. Голушвиль. Ну что же. Это все еще не воплантит. Мне кажется, запоминается именно из фейбла. Подводим итоги второго раунда. Впереди еще два. И финальный вопрос, напомню. У нас на первом месте Игры ГХК. Вот это, конечно, неожиданно. С учетом того, что он стоит играть в Абалке. Это еще не было. Я отдал раунду с моими вопросами. Если что, там не было ни фильмов, ни кадров, ничего не было. Ни сериалов. Бровян. Да, каждый наш. Две с половиной у него. Табуба. Теперь на третьем месте. Тысяча. Тыисто. 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 У Саши теперь ноль. Это просто пиздец. Он отлетел в Абалк второй раз. Но, молодец, что рискует. Слышь, мы поможем воспринимаем нормальный минус тысяча у Вики. Ничего, Вика, все впереди. Знаешь, я стараюсь платить ищу на реках с ним убить их нельзя. Фейбл, блядь. 23,45, ребята. Как у него сгорело. Слышь. Ну, слушай, две двести потирать неприятно. Чему не герои три быть? Тебе, третьего раунда. Тебе, поблизко. Что скрывает мандарин? Просто пиел. Я ебал, блядь. Ужастики из сугроба. Уф. Уф. Коденеймс. Ты узнаешь его из тысячи. Ребята, коденеймс, собственно, нужно будет... Да, вы все поймете. Вы все поймете. Имя актера, да, назвать? Хорош. Вы все поймете. Так давай посмотрим. Давайте посмотрим. И Вика пикает коденеймс. Да, ну смотреть-то надо за 300, блядь. Ну что же. Тему понять. Ребят, стратегии. Пять. Старкрафт, Age of Empires. Так, помедленнее, помедленнее. Старкрафт, Age of Empires. Так. Медивилл, Total War. Так. Блэк и лайт. Так. И еще одна. Да. Стратегия. И последняя. Хокс оф Варн. Правильно, правя. Но это не стратегия. Хорош. Надо типа узнать, понял, да? Хорош. Из списка, да? Да, да, да. Да, ну собственно, как в коденеймс играешь. Тебе задают тему и количество. Коденеймс. Дешевеньки за 300. Участники стрим-холлидейс, ну которые... Так. Диноблин. Вудуш. Броу-Джей. Гитман. Я сгадился. Все, кто изначально планировали. Джемклаб. Нюк. Кармик. Снейл. Майл. Бьерн. Вика. Джуз. Кекс. Игорь. Милан. А что забыли бы Хайвера? Абсолютно верно. Все, кроме Хайвера. Абсолютно верно. Это просто не Хайвера. Такой вот такой вот. Он хочет попасть. Какой кошмар. Это мой приветик. Не дяга. За 600 коденеймс. Ой. Локации Ведьмаке. Опять. А теперь читаем. Давай Скеллиги. Оксенфорд. Тусэнд. Новиград. А что тут еще? Еще одна? Киквы в скобках библиотумб Хайверу. Но это любя, конечно. Просто такая пасхалочка ему. И последний Вик. Блин, а я не знаю. И время вышло, к сожалению. Давай Боклер. А это правильно. Что-то я не помню его. Что-то я не помню его. Я сейчас подрезал, если ты не вспомнила. Боклер, да. А вы помните, где это? Да, это в кровь и вино. А, помню. Не, в кровь и вино. Вика пошла вылизать из минуса. Жги Викуля, выбирай. Давай расчехлим вот это. Расчехляет зима близко. Затуши 800. В ряду главных проблем зимой у вас с друзьями. Выбрить жопу бифало на шапку и циклоп. Это игра с видом сверху. Маленький мальчик бегает такой, ну или девочка-то. Называется она «Дорстарф». Правильно, правильно. Хороший. Я думала, всем остальным подскажешь, а сам не ответишь. Так. Молодец, молодец. За 1500 зима близко. Нашел яд, отравил еду, подкинул в дом. Твой друг съел и отравился. Говорит, что проводишь его до аптечки. Скормил друга медведю. Ты доволен? У тебя больше нет друга. Ребят, тоже амогусная такая игра. Коопная, амогусная. Вика? А теперь надо вспомнить, как она называется. Да, я тоже не могу вспомнить, как она называется. Игорь, ты в нее играл? Я знаю. Вот это, судя по-своему, зимняя игра. С мультиплеером. Винтер там. Да-да-да. Там написано «Винтер Компани», что-то как-то «Винтер». Проджет Винтер. Правильно, Вика. Вик, уже 1100 забыли про любые минусы. Вик, уже в плюсах. Выбирай. Да будем расчехлять. Что скрывает мандарин на этом фото? Ну, скорее всего, там большое колесо вот это вот. Правильно, абсолютно верно. Причем, барабан участвовал в мастер-игре в этой игре и почти выиграл. Скорее всего, говорит. Так, коденеймс. Поехали. Коденеймс за 1500. Студии Sony. Четыре. А-а-а, бля-я-я. Так, ладно, тогда получается Platinum Games, Naughty Dog, Guerrilla Games и получается тогда, наверное, ну пусть будет Team Ninja. А-а-а, это неправильно бровяло. Я думал, там будут игры студии Sony. Он не назвал Санта-Моника Студия. А перечисли, пожалуйста, все четыре. А-а-а, Platinum Games, Naughty Dog, Santa Monica и... Так, сейчас скажу. Нет, Санта-Моника это Ubisoft. Так, один момент. Раз, два, три. Так, еще разок. Я назвал Platinum Games, Naughty Dog, Santa Monica и пять секций. И в вашем ответе ошибка, Александр. Да, ошибка. Да. Санта-Моника точно. В вашем ответе есть ошибочка. Так, кто-то еще рискнет? Санта-Моника это будет в вар. Ну, ты не играл из стримера. Да, точно? Так, так, так. Конечно. Ребята, ну пробуйте. Игорь, что ты слышу? Горилла Геймс. А я не понял. Горилла Геймс. Горилла Геймс сто процентов из Анта-Моника, да. Да, да, Platinum там не было в N-Studio, но это просто Горилла Геймс из Санта-Моника Студия. Видите? Я поуверен, что Санта-Моника не бесовы. Горилла Геймс это Эллой Horizon. Так, выбирай, Бровян. Коднесс поехали еще раз. Поехали. Классная тема, да? Антагонисты серии. Я вообще ни в одну не играл. Забей. Крис Рэдфилл, блядь. Питер из нужно. Понятно. Я знаю полтора. Ну давайте, ребят, ну... Ну конечно же, утр. Но могу сказать, вас точно. Крис Рэдфилл, ребят, сто процентов. Ты знаешь, что такое безумие? Шакал стопудовый. Вот вас. И все вместе вы бы ответили. Реально, может вы все вместе ответили бы? Скинулись бы, так сказать. Бровян. Ну и добьем тогда коднесс, чтобы не мозолил. Добиваем коднесс. И это вопрос со ставкой, друзья. Рисково. Бровян. Идет вабанк, он всегда на ставке нажимает вабанк. А что же скажет Игорь ГХК? Вы что? У Игоря один ответ. Поступаем в ответ всегда. Назовите его теперь Игорь Пас. Не мое. Игорь ГХК, девушка 5. Ебать так легко. Получается Hellblade. Блин, я бы, кстати, он угадал. Mirror Sage. Half-Life Alyx. Control. И Quantum Break. И, к сожалению, в последнем очереди. Control, брат, что ты с Control же? Смысл, он назвал Control. Нет, я назвал Control, я не играл в Эйвер. А тебе знаешь, что я назвал? Локек. Он назвал все в порядке. Снова теряет все. Но мне очень нравится, Бровян, что ты рискуешь. Ты прям молочек. Поехали. Уф, выбирай. Уф за 1800. Уф. Ими игры или игру? Принц Перси. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Так. Глаза где? Нормально, он сейчас назад восстановит свой банк. По хвосту. Да, 1800 уже Бровян пошел финанс. За полторы. Уф. Уф. Имя девушки или игру? Это Хогвартс Легаси? Да. А это девушки? Там такой кадр был? В игре или игру? Нет, это мод. Я не знаю, не играл. Профессор Чеснок. Профессор Чеснок. Да. Моя вайфу. Так, уфы им дальше. Где что-то такие работают? Так, за 1200. Уф. Ну, это я не знаю. Файнал Фэнтези. Это Тифа. Абсолютно верно. Абсолютно. Кто ж не знает Тифа? А кто их не знает? Ладно. Ну, Тифа. Самый запрос. Жду, кстати, продолжение семерки. За 900. Уф. Имя девушки или игру? Это Морта, Варкрафт, Сильвана. Кто там? Я! Но там же не утер. Каждый раз, как девочки, представители Варгейма, это утро, ребята! Чтобы вы понимали, чат Вика прям долбила по столу. Ну-ка, а это кто или откуда? Ой, сейчас скажу, как ее зовут. Блядь, ех ты вылетел из башки с двумя клинками-то она. Господи. Игра, игра можешь назвать. Игры будет достаточно. Да я забыл, как ее, черт подери. Блин, старый стал. Ну, по картинке прям можно сказать. Да я помню, как ее, блядь. К сожалению, время вышло, Саша не вспомнил, кто заберет. Забыл. Бладрейн. Да-да-да, Бладрейн. Бладрейн, да? Да-да-да-да, конечно. Мой, блядь, Саша, не радует с нами. Все из башни улетаются, как у меня бесполезная. Так, поехали, Уф последняя. Это Мерси и Завервотч. Да, да, именно так. С этими можно соревноваться. Хорошая. В Уфах. Посмотрите на Бровяна, он вернул себе все, что потерял на Уфах. Посмотрите на Бровяна и на Игоря, да, он на коне. Зима близко, 1200. Вот оказываешься, ты в загадочной заснеженной деревне. Страшно? А почему тогда своего питона достал при виде большой женщины? Убери. Че? Ну я рискну, пускай это будет резик вилдж. Правильно, Бровян. Правильно. Он там питона доставал. А, типа здесь вообще не хватит. Хорош. Это мы питона доставали, походу. За 9 лет зима близко. То же самое можно сказать про холодный деревенский туалет зимой. Че? Вы будете смеяться. Как вы назовете холодный деревенский туалет зимой? Параша. Че за хейт? Это смешно. Это смешно. За проза трон. Так, ладно. Давайте мандарины посмотрим. За полторы что скрывает мандарин? Ход в мешке мяу нужно отдать кому? Ну давай Саню. За 1500 ног, конечно. Ну давайте пробовать. Бросают котом в Сашу. Давайте фейбл. Ну я на максимум, естественно, сыграю. 900-300 максимум, да? Да, конечно, попробуем раз что-то проигрывать. Мне это нравится. Так, что там скрыто? Evil Within 2. Блин, я бы не догадывал. Я не помню хорошо эту картинку. Что там за мандарином? Я помню, еще тогда снимала прохождение на YouTube и тоже делала себе обложку с этим. Пусть будет там какой-нибудь демоненок, девальонок. К сожалению, нет. Там рука с пистолетом. А, ну что за... Ну я с игрушечным делала, соответственно. Кто подкинул кота в мешке, Саша? Да нет, нормально, нормально. Можно было угадать, я просто не играл в эту игру. Выбирай. Что скрывает мандарин за 300? А тут что под мандарином? Что это вообще заиграло? Ну там памятник Ленина. Правильно, абсолютно верно. Там буквально внизу написано Ленин. Там просто написано Ленин, да. Там ачивку даю, если ему в голову попасть. Что скрывает мандарин за 600? Идем дальше по мандаринам. Блин, я не помню, что там. Лучшая игра на планете. На дуванчик там. Правильно. Абсолютно верно. Давай добьем. Зима близко за 300. Мама жарит мне опилки, Бладтрейл. Папа умер в лесопилке, Бладтрейл. Роспанк? Да. Наконец-то он был. Бладтрейл. Мандарин? Мандарин за 1200. Собака. Правильно, Бравян. Хорош. Понимаю. Бравян 6900. Если бы не падал, у него 20 тысяч было бы. Посмотрите. А Игорь сидит тихонечко. Бравян на кафе играет. А здесь, что скрывает мандарин? Там нет головы. Правильно. Хорош. Ничего, xdd. Зима близко 600. Добиваем зиму и две свежие темы останутся у нас. В этот канун Рождества при своих финансах ты мог бы стать Санта-Клаусом и дарить людям подарки. Но вместо этого ты наряжаешься в черный костюм. И с помощью своих детективных способностей находишь, кому набить рожу. Ну это Бэтмен. Да, абсолютно верно. Так, Саша вышел из минуса. Ужастики из сугроба 300. В этот раз мы отправились на холодную планету, где мутировавшие трупы не дадут беззаботно бродить. Но хоть не придется в одиночку решать проблему обелисков. Это Dead Space 3. Абсолютно верно. Игры включаются в игру. За 1800 ужастики. Опа. Кот в мешке, мяу. Нужно отдать. Ну, Санекчик, ответишь? Да не, не отвечу. Ну, про Иоанну жестко отдавать. Милану можно. Да, Милану, конечно. Там что-то Табуба сидит очень долго и ничего не говорит. И Милан тоже. Ты играешь, я помогу еще. Давай Милану. Милан-то как себя прицел убрал? Табуба за 300 будем играть или за 1800? Мафия какая случилась. У нас здесь половина, которая на яйцах играет. Так, минусочек, да? Конечно, 1800. Сюда. Вот это с каждым днем становится только холоднее. Но эти аномальные морозы не должны помешать раскрытию тайны, которая началась с убийства в нью-йоркском кафе. Классная игра. Ну, я про фейбл тоже так говорила. В кафе. Слушай, ты играешь, за двоих играешь, короче. Как там она? Говорит, поможет, ага. Аномальные морозы, все, холоднее. Я вообще трену узнаю. За двоих, за счет. Она называется, я забыл, как называется. Две микрофиксера. Это бирс убийства. Нет ответа, к сожалению, у Ири и кот в мешке. Оказался поясним. Фернгейт, слушай, я же поиграла в Эннад, а Фернгейт нет. Но я не помню, как она называется. А все, все, Игорь. Фернгейт топчик, выбирай. Ты узнаешь его из тысячи. Вик, Вик, слушай, в наушниках там играет. В наушниках играет. Когда знак скрипичный ключ, значит, играет. Я не знаю. Я, конечно, попробую, но это огромный риск. По-моему, это Devil May Cry. К сожалению, нет. Данте, нет. Это был огромный риск. Это правда. А, это стритфайтер, наверное. Что-то какой-то файтинг, может быть. Короче, рискнул, пусть это будет текен. А мне кажется, стритфайтер. Абсолютно верно. Бравян. И Бравян перегоняет Игоря на хука. Еще и на яйцах. Хорош. На яйцах, на яйцах. На яйцах было, действительно, на таких прям струсинах. Не, фига, молодец. Так, забавно, но из файтингов текен – это единственное, во что я играл. Да? Да. Ошибка. Так, ну давайте опять узнавать. Узнаешь из тысячи. И это вопрос со ставкой. О, Бравянчик. О, Бравянчик. Бля, это просто легенда. Полночная. Я говорю, что Джек вернулся. Это Металги Райзинг? Металги Райзинг. Металги Райзинг. Я еще не вижу ответа сейчас, подожди. Еще раз, что? Металги Райзинг. Бравян. А? Тебе не жалко снова терять вообще всячики? Ты не потеряешь. Ну, раз нет, значит, не теряешь. Это правильно. Металги Райзинг. Металги Райзинг. Что творит этот Бравян? Что за жесть? Просто Бравянчик. Красиво. Очень красиво. Как говорится, Сорь, что трапит. Это достойно. Это достойно. У нас 400 у Бравяна. Это реально изи-клэп. Охуенно сцены, кстати. Ух, ну что ж, Бравян, выбирай. Так, давайте узнавать дальше. Кто значит из тысячи? Подержи, подержи. Ласт Уфас. Ласт Уфас первый, конечно. Правильно, Игорь. Ну, камон. То ли предыдущая, да, то ли вот эта. Разница неба и земля, конечно. Она не потерпела. Такой момент, конечно. Сорь. Да. Точка. Это что, типа спойлеры? Я хочу смотреть еще раз. Самое-самое. Хватит. Кто поставил мхым? Вы с ума сошли? Выбирай игры. Дайте випку этому челу. Узнаешь его из тысячи за 900. Стой! Руки! Передай ты. Ничего не слышу. Это наша игра, замечательная, которая вышла, вот, так сказать, в феврале. И называется она... Подрус Вегаси, да? Русы против ящеров? Нет, 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 это которая вот эта ААА в Советском Союзе. Атомик Харт. Атомик Харт. Слушай, ты ему подсказываешь правильный ответ. Блин, Сань, ты бы меня... Если бы спасал, я бы... Ну ты бы сам, ты бы сам, мне кажется. Ну, может быть. Бля, вообще, такая миссия пизда такая, что вот это вот, да? В театре. В театре вообще. Кайф. И музыка. Давайте добьем это... Выбирай, Игорь. За 600 узнаешь из тысячи. Сумья не дает нам упасть. Форсаж. Когда у нас уже нет сил идти. Эстер Анжело. Мафия. Правильно, Бровян. 18 ровно у Бровяна. Блин, я тоже нажал и тоже угадал. Ты даже форсаж, нет? Блин, вот это крутые манья. Какая-то крутая категория. Истранжело. Я Машка в мафию играл. В мастер Сальери, когда я там привет. Да. Мастер Сальери передает привет. Да. Жестко. Аж мурашки. Выбирай, Бровянчик. Добьем тему. Добьем. Как он сейчас его добил, да? Я вам сейчас сверту. Рус против ящеров. А вот это уже они. Я вам сейчас сверту. Я вас несу. Чем я в нее не играл, кстати говоря? Давайте ужастики из сугроба полторы. Ужастики из сугроба. За полторы. Реальные события этого ужасного происшествия оставляют много вопросов. Сможешь ли ты узнать, что случилось с девятью опытными людьми? Ну-ка попробую. Until Down. Нет. 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 На этом перевале сможешь ли выжить сам. Перевал какой у нас есть? Знаменитый. Ну, Дятлова. Где погибли. Так. Дятлова. Что? Нет. Она достаточно известная в сумме. Да, да. Какие Project Mines? За 1200 ужастики из сугроба. Что происходит в военном комплексе? Не особо хотелось бы вмешиваться в эти исследования. Но, видимо, Фрэнку все же придется. Связано ли это с новым штаммом вируса? Постараемся узнать об этом снежном городе, полном новых опасных зорби. Ну, пусть будет Дэтрайзинг. Да пусть будет, Бровян. Ну, пусть будет. Ну, пусть будет тогда. Я болею за Бровяна. За 600 ужастики из сугроба. Не каждый переживет эту зимнюю ночь на горе Блэквуд. Особенно, когда еще и друг своим мстительным розыгрышем выводит из себя. А, ну вот это оно. Так, а что не жмешь? Ну, давайте нажму. Ну, вот это Until Down точно. А вот это уже оно, да? А оператор, вы знали ответ? Оператор, вы знали, нет? Ладно. За 900 ужастики из сугроба. Мрачная визуальная новелла о юном пареньке, которому приходится столкнуться с безжалостным злом в виде лесных друзей. Что похищает детей в небольшом тихом поселке? Зайчик. Верно, Вика, хорош. Зайчик уходит к Вике. И подводим итоги. У Бровян, конечно, вообще Бровян. Бровян. Будь здоров. Красиво играет. Лидер у нас сменился. Это Бровян. 19200 у него на счету. 9500 у Игоря ГХК. Дальше идет Вика. У нее 2600. Милан 1200. Минус 500 у Табубы. И минус 2700 у Саши вудуша. Но выйти из минуса вообще не проблема. Потому что у нас последний четвертый раунд впереди. И плюс еще финал. А можно, может быть, минутный перерывчик? Да, отойди, отойди. Отойди пока что. А я, кстати, пока напомню. Во-первых, скажу спасибо большое, что активно так смотрите свою игру. У нас 23 тысячи сейчас смотрят. Это только на Твиче. Да, это круто. А если, ребята, вы еще не смотрите нас, к тому же, на ВК-плей, то самое время открыть вкладочку и смотреть на ВК-плей тоже. Потому что там раз в 90 минут вам может выпадать один из двух значков. Всего там для каждого стримера есть значки. А вам может выпадать сундучок с одним или двумя значками раз в 90 минут. И первые 20 человек, кто соберут все значки с нами, со стримерами, получат эксклюзивные футболки со стрим-холидейс. Будете их носить, возможно, даже на Новый год. Кто знает. Так что открывайте. Если еще не открыли, на ВК-плей тоже наш стрим. Так, Вика отошла буквально на минутку. Больше никому не надо, никуда отпрыгнуть, отскочить. Не, не надо. Боровян, расскажи пока свой секрет. На яйцах жать ва-банк. И все. Боровян, прости, мне тут просто передавали в ухо важную информацию. В чем твой секрет? Я говорю, на яйцах жать ва-банк. И все. Хорош. Игорь, а в чем твой секрет? Я просто отвечаю на то, что знаю. И не отвечаю на то, что не знаю. Не жмет ва-банк. Милан, а в чем твой секрет? Да просто сиди, чешу воды, ниже травы и кайфуй. На самом деле, я просто, ну, вообще практически ничего из этого не впетривается. Я вот жду, может, там какие-нибудь там... Языки программирования будем изучать. Вот, может быть, и... Хип-хопчик, может быть, да, пойдет? Хип-хоп там какой-нибудь, да, там типа Timberlake в категории, песни Timberlake, там, может быть, я не знаю. Может быть, фильмы какие-нибудь будут. Про Timberlake? Про Timberlake, да, желательно. Типа время, да? Фильм-время. Ну, пока просто все... А будут? Я название, на самом деле, не запоминаю в этом проблема. То есть даже, ну вот, даже с этим The Long Dark. Я играл в эту игру, она мне показалась максимально душной. Как раз примерно после убийства зайца. Ну, его фигу пьешь, конечно, еще камнем этим. А? Его еще фигу пьешь камнем. Да, да, да. Мы ее обсуждали, типа, с ребятами на прошлой неделе. Мой? Мой секрет в том, что я начинаю забывать вещи, которые мне в жизни нахрен не нужны. Согласен. То есть в какой-то момент, когда ты молд, и у тебя еще есть вот эта оперативная память, ты вот всякую хуйню в голову запоминаешь. А со временем оставляешь только нужное, и начинаешь забывать вот эти названия, персонажи, игры, или то, что ты никогда в жизни не используешь и так далее. Конечно. Я считаю, что помнить надо в жизни две вещи. Пароль от телефона, день рождения мамы и где у тебя кошелек лежит. Это уже третья вещь. В общем, он не помнит этого. Да, это, в принципе, день рождения мамы как раз где кошелек. Ну, наверное, пароль какой-то. Ну, да, 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 типа того. И, Ирочка, в чем твой секрет? Мой секрет не успевать нажимать на пробел, когда что-то знаешь. А попробуй мышкой кликать, кстати, по красной кнопке. Может, так быстрее будет у тебя получаться? Я попробую. По-разному удобнее. И вот наша Вика вернулась. Вик, свой секрет. Нажимать кнопки сложно. Короче, у нас с этой стороны тактика какая. Мы ждем непопулярные вот эти вот вопросы, которые они не знают. Вот по псу вот это. Мы ждем и надеемся вспомнить. Если нет, мы рискуем на яйцах. Там столпусик. Они сидят, отсиживаются. Здесь как бы у нас бровян, его яйца, они настолько гигантны, что у нас просто с Ирой тоже как бы получается выросли. Понимаете, тут все, это вирус. Ох, ну что ж, надеюсь, все-таки без вирусов. Я тоже налынился сколько, но мне попадали на лунных такие очень неудачные вещи вообще, на мой взгляд. Прям очень. Чертов фейбл. Ребята, мы все в сборе, готовы переходить к четвертому раунду. Так, Хайбер обиделся вообще-то у себя в телеге. 23,59. Хайбер, прости, пожалуйста. Я потом гляну. Да это такая, ну это наоборот воздушный поцелуйчик, типа, загляни под Новый год. Матрица Дрэгон. Фильм по херстскому составу. Фильм по херстскому составу. Мое. Зимние карты. Must have inhale. Что не так на скрине? На всех случаях, Матрица Дрэгон, это значит, что где-то там в ответе будет Дрэгон. В начале, в середине, в конце. Ну, а, да, вот, как Дрэгон Булдрэгон. Даблдрэгон. Ну что же, начинать у нас будет с Саши Будуш. Будуш. Дрэгон за 400. Завите игру по описанию. Влияйте на историю сами. Достигайте неожиданных финалов. Будьте таким персонажем, каким хотите, и делайте, что хотите. Дэд Ванс. Данжин и Дрэгонс. Абсолютно верно. Бравян забирает. Ты что это? Я не вика. Ты кого же дава? Тебя? Дэд Ванс. За 800 Дрэгонс. Я читаю целиком. Нам кажется, что ты был проказником в этом году. Поэтому ведущая нажимает «нет», а у тебя минус 800 очков. Подождите. Я заберу. О, Вика. Красиво, красиво. Вика. Я забираю. Давай, я хочу, чтобы Дина меня отшлепала. Что, может, еще кто-то нажмет? Ой, да нет, спасибо. Итак, минус. Вы не поняли всего бонуса этого вопроса. У меня сегодня хороший вечер. Выбирай бравян все еще ты. Что не так на скрине? Давайте глянем. Так, что же там не так? Что же не так? Ну, есть предположение. Жми, жми, жми. Наверняка оно верное. Не, ну там надо быть. У него на голове не должно быть отметки вот этой вот. Хау-флайф. Абсолютно верно. Я просто немножко Графа Флайф порос. Ну да. Тут просто... Погнали, ребята! О, 2400. Фильм по актерскому составу. Что за фильм по актерскому составу? Это сложно будет. Фассбендер здесь. Да, тут и Фассбендер. Блин, что-то суперизвестное. Бендер с футурамой? Забыла, как ее зовут. Нет, это из X-менов. Фильм, если что, по книге, по детективу за авторством Юнес Бео. Игорь, ну ты что? Фильм не очень. Я не смотрел. Снеговик. Снеговик. Я не смотрел. Не смотрите, дурацкий. А, нет, я думала другой какой-то. Я именно по этой причине и не смотрел. Ай-яй-яй, Игорь, так хотел тему актеров. Фильм по актерскому составу за 2000. Это тоже все новогоднее будет. Рождество по обмену. Отпуск по обмену, отпуск по обмену, отпуск по обмену. Ладно, успел, успел. Я уже занесла курсор. Я его смотрел буквально пару недель назад. Почему не нажал тогда? Ой, я не понял. Рождественский фильм. А это? Ребят, снег. Плохой Санта? Рождество. Да, 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 да. Билли Боб Торнтон. Ну, посмотрите, какой бэтбой, а? Это я про бровяна, если что. Бровяна. Так, зимние карты. За 800. Так, ребят, нужно назвать игру по вот этим зимним картам. По карте, вернее. Что это за игра? Скажу так, персонаж, барышня из этой игры сегодня фигурировала уже. Овервотч. Правильно. Да. Правильно, хорош. Не пал, боже. Так сверху вообще неузнаваемые карты такие. Так, ну хорошо, пусть это будет что-то поинтереснее. За 1600 зимние карты. Ох, нет с нами, конечно, кое-кого. Так бы он сразу ответил, да? Это случайно, ну, не к ледяной короне, ну, как бы, дорога. Что? Ну, это не рядом с ЦЛК. А как игра называется? Нужно какой-то ВОВ. Нет? Нет. Нет, 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 нет. Просто ступеньки там. Ой, нет с нами человека, который первым заболел, ребята, и первым уехал. Он бы, конечно, ответил правильно. Кто первый заболел? World of Tanks, что ли? Кто знает, кто знает. Есть у меня мысли. А я смотрю лестнице, как будто там в ледяной короне подступ. Так, пусть будет зимний карты 1200. Вопрос со ставкой, ребята. Мил, ну что скажешь? А что там по ставке? Так, а если, ну, кто-то будет перебивать, может, да? Или как это будет? Будет, 100%. Там Бровян опять залынился. Не, ему нет смысла лыниться. А, ну, давай, вот, вот, так сказать, чтобы осталось на покушать. 1900 ставит, Мил, 100 себе оставляет. Игорь пасует. Бровян. Двушку просто Бровян. Бровян, давай на яйцах. Бровян, что стоит? 40-40к. Ну, давай, давай. Боже, я его шаг шаг творит. Бля, вот это бис. Жесть. Что это такое? Жесть. Еще и карта-то нормальная. Сможешь. Шесть. Как же это легко. А если он не ответит, что будет? Все. Он потеряет все. Не подсказываем полностью. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. И твой ответ, Бровян? Ну, пускай будет Battlefield. Ну, я не знаю. Плеера новая Battlegrounds? И Бровян теряет все. Что это было? Да. Саша абсолютно правильно. Просто я думал, что не зимняя, а спираль верданс зимний. Бровян теряет все. Бровян теряет все. Ты слышал мою реакцию? Бровян все равно легенда. Бровян все равно легенда. Но ты слышал мою реакцию? И сейчас я тоже думал, Батлан. Бровян, выбирай. Выбирай. Так, ну поехали карты. Зимние карты. Не отчаивайся, ментиль тут за 2000. Ну, вообще, из-за этих перегородок это может быть Rainbow Six. Абсолютно верно. Все, пошел камбычить. И он пока что не остановит. Пофиг, упал, поднялся. Сейчас быстро наберешь. За 2400 зимние карты. Как бы вам подсказать? Это то, что мы играли вчера. Игра, вот эта новогодняя карта, та самая, на которой мы вчера играли. Ну, игра, собственно. И называется она Warzone. Warzone, господи, как же она назвала? Что? Игры плохо слышны от тебя. Что? Warface. Warface. И это неправильный ответ. Это не вчерашняя карта? А я что ли нажала? Вик, ты не нажала. Хочешь нажать? А, нет, нет. Я просто, у меня горит желтым. У себя. Ну, я давай попробую. О, давай. КС? Нет. Да, ну, нет. Похоже, да. Не, ну, кому. Team Fortress 2. Лол. Ладно. Ладно, я думал, что не холдинтегратор. Хотя у меня это на КС похоже, а танки похоже. Там есть одна похожая карта, там с туннель. Вот эта центральная штука, она на туннель похожа. Амолгуса что ли? Амонгас. Амонгас. Правильно, конечно же. Конечно, правильно. Амогус. Брови, ты амолгус? Ты, так, 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 что не так на скрине? За 2 400, что не так? И это вот мешки нужно кому-то отдать, мяу, кому? Да, буду тогда. Раз минус 500. Ир, будем играть за 400 или за 2 400? Разница всего в одной цифре. А я уже жму. За 400. Вот так вот. Что не так? Думаешь, я играла в нее мелкой? Что? Я в нее не играла мелкой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне кажется, маска злая, да? А должна быть добрая. Не, она это-то выглядит как злая. И твой ответ, Ир? Ир, какой у тебя ответ? Может быть, что там вообще этой маски нет, я не знаю. А почему у него с ногами, кстати? Нет, Саша был абсолютно прав. Маска должна быть добрая. Маска добрая, да. Видишь, маска злая за ним, да. Блин, обожаю, краши, конечно. Блин, жестко. Бандикута, выбирай ее за 1200. Фильм по актерскому составу. Ну-ка. Ой. Я знаю, недавно на Густе смотрела. Да, я тоже знаю. Это Суи не тот, может быть? Нет, к сожалению. Ир, и минус 1200. Ну-ка, где еще? Хелена Боном Картер, плюс Джонни Депп. Где они, а, любимчики Тима Бертона? Это не Чарли? Нет, не Чарли. А пяти нефильм такой, скажу я вам. Где мальчик готовил еду. Но я не помню название. Это же Чарли, да. Просто девочка эта была намного младше. А, серьезно? Да, да, да. Серьезно? Но пацан супер, все равно у него супер узнаваемый, а девочка супер изменилась, конечно. Жвачку жевала? Да, да, да. И фиолетовый потом стала. Выбирай фильм по актерскому составу за 800. Это Гарри Поттер. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И черно-белое фото Хагрита. F. Библиотумб. Выбирай игры. За 400 добиваем фильм по актерскому составу. Ой, бесполезно. Один дома. Абсолютно верно. Ой, посмотрите на этих мокрых бандитов. Да, да. Они уже сухие бандиты. Уже, да, высокие. Так, ну поехали, загляни под Новый год. За 2 400. Игра по мотивам культового мультсериала, пропитанная духом GTA. Стоит зайти в игру под Новый год, и в углу полюбившейся многим комнаты будет стоять новогодняя елка, а наш герой спать в костюме Санта Клауса. По мотивам культового мультсериала. Ребят, какие вот культовые мультсериалы вы знаете? Прям культовый мультсериал. Может, Саус Парк какой-нибудь? Ну, Саус Парк. Ну, пусть это будет Симпсон, Хитн Ран. Да! Ничего себе! Да! И сам охуел. Хорош! Так, скрины давайте. За 2. Что не так на скрине? Что здесь не так? Новогодние игрушки работают. Вот эти вот, вот эти вот красивые. Вот эти вот... Нет, Игорь, нет. Нет? Что не так? Что, может, кто-то что-то? С цветами что-то там помашинить? Нет? Да, машина желтая. А как это угадать вообще? Потому что такси синее. А, такси синее, все. Попробуй угадай. Не просто машина, а такси. Давайте скрины, да. За 1600, что не так на скрине? Ребят. Ну, как будто... Чего-то не хватает где-то. Может... Ну-ка. Блин, я попробую. Кратусу не хватает топора. Правильно. Абсолютно правильно. С пустой рукой просто плывет. Что не так на скрине? 800. А здесь чего не хватает? Или не хватает, а просто что не так? Ребят. Давайте вспоминаем, как следует Табуба. Ну, что, что, курт... А, нет, фигня, да? Ну, скорее всего, да. Может, куртки то, что нет? Блин, я тебя очень плохо слышно просто. Может, то, что куртки нет? Ой, не, 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 там одна в курточке была одна. Нет, там одна в курточке была одна. Я специально так отличаю по куртке. Местами по-другому, да, не? Куртка была у одной. Как будто бы, если бы я вот это угадал. Здесь кое-что лишнее у обеих. Волосы. А, звездка была. Да, звездочка. Вообще, им очень идут звездочки на Попе. Да, да, да. Выбирай, Саша. Так, 1200. И заканчиваем что-нибудь так на скрине за 1200. Что-нибудь типа не может быть 12. Ну, интерфейс весь. Интерфейс, да. Dark Souls, это Bloodborne. Точно. Абсолютно верно. Интерфейсы играю разные. Драконы. Поехали. Матрица Dragon за 2400. Назовите героя одной очень популярной игры по описанию. Он долгие годы искал легендарного древнего дракона, но нашел лишь разочарование. Дракон был стар и слаб. Он хотел оставить его. Игорь. Это ведьмак. В книжке была такая история. А дракон-то где? Там дракон был человек-дракон. К сожалению, нет игр. Ребята, игра очень популярная. Даже я вам могу сказать. Милан. Я, короче, предположу, что это герой из доты. И речь идет про Найт Дракона. Герой одно очень... Он неправильно сказал. Дракон-дракон-найт. Ну, Дракон-найт. Найт Дракон-найт. По идее, блин, да. Найт Дракон-найт не ночной. Найт Дракон-найт. Ты уже готов был. Я дурак. Моя дурак. Выбирай. Давайте посмотрим, что это такое. За 800. Must have in hell. В результате предательства эта... Это про злодеев тема. Эта девушка оказывается в плену у вражеской расы. Где превращается в абсолютно новое существо. Саша? А кого надо назвать-то именно? Так ты и то, и то знаешь. Это девушка. Ну, Старкрафт, Керриган. Абсолютно верно. У меня вчера был ликбез по Старкрафту от Кейка. Хорош, выбирай. Must have in hell 400 давайте. Злодеев продолжаем за 400. А, злодеев. Отгадайте героя по осту. Саша? А я даже не это случайно нажал тун-дун. Отгадайте героя по осту. Слушай, я не услышал, но, блин, как будто ост такой... Нет, если ты скажешь, что ты прям честно случайно нажал, я могу просто... Я случайно нажал. Честно, честно. Отмину тебя случайно, конечно. Так, сколько там? 400 я вернусь. Я верну тебя сейчас в 400. Игорь? Думгай. Правильно, правильно. Так, сейчас мы вернем 400. Саша? Спасибо. Так, минус 300. Ой. Готово. Абсолютно верно. Игорь? Как же выиграть? Игорь шагает на говногу. Ну давайте. За 2 400. Must have in hell. В прошлом солдат с принципами и честью. Во время операции Хавьер, его отряд вместе с ним был брошен правительством. Ему одному посчастливилось пережить трагедию. В середине нулевых подарил игрокам культовый кутае поединок. Может быть, это с камнем кутае поединок замечательный? Возможно, это ликвид? Нет. Нет, к сожалению. Но я тоже думал. Но нет. К сожалению, нет. Культовый кутае поединок. Resident Evil, скорее всего, это 5. Да. Это 5 Resident Evil. Это 4. 4. Нет, это 5. Написано было 4. 4. А, да? 4. Выбирай, Игорь. Resident Evil. Must have in hell за 2000. Угадайте антагониста по его музыкальной теме. Пик музыка. Клауд. Но это Final Fantasy. А антагониста? Клауд. А кто у него там был этот? Я забыл, как его зовут? Ну, точно Final Fantasy. А антагонист, Клауд. И Зигфри, по-моему, что-то... Не, не назову, не назову. Но точно Final Fantasy. Без антагониста не могу тут принять. Прям очень жду антагониста, ребят. Как его сделать? Классика, классика. Ну, давайте, ребят, ну кто в Final Fantasy играл? Ну, Клауд, кто злодей там против него? Ну, Клауд, кто злодей там против него? Сейчас будет известное что-то такое. Ну как, ну пожалуйста, ну кто-нибудь. Клауд, с кем дрался в Final Fantasy? Еще вечные споры, как правильно произносить его имя. Там ебанное название стопудово, понятно, что он такой выбран. Сефирот, он же Сефирос. А, Сефирот, да. Оператор кивает. Вы что, играли в Final Fantasy 7? Да, он даже оператор играл в Final Fantasy 7. Заглядем под Новый год до 2000. Иди под Новый год до 2000, да. А как насчет того, чтобы спасти Рождество? Отправляемся во Францию, где нашими целями будут воры из культовой рождественской комедии. Кто же, как непрофессиональный наемник, может справиться с этим? Можно даже переодеться в Санта-Клауса. Так, ну это легко, ребят. Ребят, профессиональный наемник, у которого есть цель. Это будет Хитман. Хитман что ли? Ну Хитман будет. Ну правильно, Хитман. Хитман непрофессиональный. У меня вопрос тогда есть. К слову, непрофессиональный, которое было написано слитно, что говорит о том, что он непрофессиональный наемник. Ну опечатку, боже. Это важная была опечатка, я поэтому не жал. Я был уверен, что это не профессиональный наемник, и я был уверен, что это не хитно. За 2000 матрицы Dragon. Назовите игру по описанию. У каждого свое начало истории, но неизменно одно. Все истории приходят Dragon Age. Правильно, абсолютно. Вика, 4200 уже у Вики. Обгонять правя, но, между прочим, у Вики все шансы на победу. Вика, давай. Dragon за 1600. Вопрос с секретным. Кот в мешке, мяу, нужно отдать. В самом глубоком минусе у нас Табуба. За ней идет Саша. Ты как с драконами, нормально? Понятно. Ну, давай, Сань. Да, давай Бровяну, наверное. Ну, давай, ладно. Давайте Максим. О-о-о. Раз уж, ну, я не знаю. Погнали. За 2400 играем Кота Мишкина. Назовите игру или ДЛЦ по описанию. 2007 год. В результате ядерной войны в 90-х земля была опустошена. Человечество до сих пор пытается справиться с последствиями. Между державами заключено перемирие, а вам, сержанту, киберсолдату, нужно сохранить его, помешав неизвестному, который создает армию роботов, чтобы развязать новую мировую волну. Ой, войну. Драгон. Либо игру, либо ДЛЦ. Между драгоном связанное. Сержанту, киберсолдату. Не, нет ответа. Кулу в драгон. Икс Жен, нет ответа. Это был Far Cry 3. А как драгон? А, но драгон дополнительно. Жесть. Ну то, что это Far Cry был, я понял, например, но я не понимал, как с драгоном связано. Я думаю, она бы засчитала Far Cry. А? Она бы засчитала. Засчитала бы Far Cry? Да кто бы ответил Far Cry, когда написано на драгон. Я бы тебе хотел показать. Я хотел бы подсказать тебе. Ну да, я тоже буду. Так, ребят, вопрос со ставкой по антагонистам. Тема must have in hell. Что скажет Милан? Я... Стоп, да, Милан, что скажешь ты? Я... Что-то отвратительные вопросы были. Другой кнопки не знаю. Ва-па-па-па, Кубровян, только одна кнопка. Вика, что ответишь ты? Я не могу ответить по-другому на этой стороне стола. Ты посануть можешь? Но я не отвечу на ни один этот вопрос. Поэтому я просто поставлю и все. Мне только опять пасует. Просто чтобы Игорю было стыдно. Да, хорош, хорош. Интересный факт о ней. Ее прообраз был взят с известной российской певицей Юлией Волковой. Красота и женственность не мешают ей уничтожать орды нечисти, а ее огнестрел никогда не остывает. А Юля Волкова это не из тату, группа тату, да? Это реально интересный факт. То есть, но вряд ли это русская быта или русская игра. С кем бы нечисть и с огнестрелом. И, Вика, твой ответ? Где я не знаю? К сожалению, нет. Ну, скорее всего, сейчас такие все сделают. Вот сейчас вспомните ее. Да не за что. Это леди из Devil May Cry. Реально была. Я даже не знаю про образы Юлии Волковой и стату. Ну что ж. Нет, а я вообще не... Обнулилась. Эта сторона стала. Очень любят в нули уходить. Да добьем. Добиваем. Добиваем. Мастхевен Хелл за 1600. Спасение души мертвой подруги. Вот цель нашего мафиозного антигероя. В этом ему поможет пара демонических рук, разрывающих врагов на части. Хеллбой. А также маленький дерзкий бесенок. Может, это Хеллбой? Нет, к сожалению. Нет, к сожалению. А, маленький дерзкий бесенок, да? Мне, в принципе... А это игры? У нас тут... Да, да, да. Антагониста из... Что за маленький дерзкий бесенок? Какого бы понять? Что за мафиозный антигерой? Это Джеки и стаканы из Дарк Ралла. Ой. Нет, это невозможно говорить. Что, драконов бьем? Дракон за 1200. Блин, ну, пиздец босса вроде, казалось бы. Сбойное оружие, суть которого заключается, в принципе, один выстрел, один труп. Сотни ключей, огромные деньги. Лишь бы увидеть у себя этот золотой шедевр с рисунком дракона. Ребята, это кое-какой скин из Контр-Страйка. Дракон. Как он называется? Дракон... Он, по-моему, Дракон Орд называется. Правильно. Правильно, Дракон. Чат, плюсаните, у кого есть Дракон Орд. Злон стоит. Дорого. За 1600, заглядный под Новый год. Даже мир постапокалипсиса не является причиной, чтобы не праздновать Рождество. Стоит только заглянуть в крупнейшее поселение в этой игре 25 декабря. Постапокалипсис, ребят. Может, Fallout? Ну, пускай Fallout будет, да? Нет, там такого не было. Конечно. А часть? Это что-то свежее должно быть. Fallout. А часть? Четыре. Да ладно. Тут тоже правильно. Я уже хотела бесчастливить за 4. Серьезно? Серьезно? Прикольно, прикольно. Бог. 1200, загляни под Новый год. Было и такое, что в преддверии Нового года в этой игре игроков встречали курицы в праздничных свитерах. Ну, возможно, Counter-Strike? Правильно. Блин, я хочу посмотреть на курочку в праздничном свитере. Как же он делает. За 800 загляни под Новый год. Упс, кажется, данные сохранения были повреждены. Это шутка. Компания Киберлайф поздравляет вас с Новым годом. Всего наилучшего вам и вашим любимым. Детройт. Правильно. Молодец. Правильно. И за 400 загляни под Новый год. Такие уникальные монологи мы слышим, если посещаем календарников значимые даты в этой игре. Новый год приходит только раз в году. Будешь ли ты еще жив утром Нового года, Бэтмен? Чего ты хочешь на Рождество, Бэтмен? Новую игрушку? Машину? Отпразднуешь ли ты его с родными или же предстанешь передо мной? В Рождество приходит человек в красных одеждах, а кровавый крест отмечает место. Ребят, а что никто не жмет? Ну, Аркем, который был, только я правильно его не назову. Нажмите, кто не будет. А что никто не жмет, я не понимаю. Ну, ладно. Бэтмен, Аркем, Сити. Правильно. Подводим в итоге четвертого раунда. Я напомню, что у нас еще сейчас будет финальный раунд, поэтому еще ничего не решено. И даже то, что у нас у некоторых ребят минусы, мы им сейчас поставим просто нули. Нет, единички поставим, чтобы у всех был шанс. Так, единичку. Оп, рисуем. Единичку. Оп, рисуем. У всех будет шанс. А по итогам четвертого раунда у нас на первом месте Бравян падал, но поднимался. Бравян легенда. Пас ГХК на втором месте 6700. Слушай, ну я почти 6000 слил. Вика Картер 800. И по единичке у Саши и Иры. На финальный раунд все решит, ребята. Он не будет доставить. А прежде чем мы туда перейдем, еще разок напоминаю, если вдруг кто-то еще на ВК-плей нас не открыл, самое время тыкнуть и открыть в соседнем окошке, например. Потому что там вы можете собирать значки с нами, со стримерами, и первые 20 человек, кто соберут всю коллекцию значков, получат уникальную эксклюзивную футболочку Stream Holy Days. Ну что, переходим к финалу, ребят. А я правильно понимаю, что чат у нас только за, что в финале кто не ва-банк, тот лох? Да, все правильно. Кто не ва-банк, тот пуска. Нет, это база. И это полночь. Так, погнали. Будем сейчас по очереди убирать темы, которые вам не нравятся. Потенциальная тема на финал. Традиция, Гарри Поттер, клаусный вопрос, ирония судьбы, опечатка, бразерс. Табуба. Начинаем с тебя. Что хочешь убрать? Традицию убирает Табуба. Вика. Здесь есть единственная тема, в которой я могла бы дать хороший ответ, но не только я, поэтому я уберу. Спасибо. Жопа. Мне тоже хватило. Милан. Так, Милан убирает у нас, я моргнула в этот момент, Милан что-то убрал. Иронию судьбы. Иронию судьбы убрал Милан. Игорь? Я уберу клаусный вопрос. Клаусный вопрос. Я знаю, что будет в финале. Ну, конечно, бразерс останется. И бровян. Саш, тебе не досталось, чтобы убрать судьбу. Ох ты. Бразерс убрал. Бровян. И остается только опечатка. Только опечатка. Ребята, делайте свои ставочки. А как сделать? А тут ничего не вылезает. Кто не в обман, тот пузька. Милан, ну ты серьезно? Ты оставляешься одну? Ай-яй-яй. А ты? Я все поставил? Да ладно. Итак, играем. Из-за опечатки одна канадская газета в канун Рождества пообещала посетителям парада фото с ним. Чтобы не обманывать горожан, некий Тим Миллер пришел на парад в его образе и устроил фотосессию со всеми желающими. Назовите его. Так, 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 так. Тут же не может быть такой дурацкий ответ. Что же, кто же. У ребят еще есть время. Опечатка там какая-то была, ребят. Опечатка. Канун Рождества. То есть подумайте, с кем люди хотели пофоткаться, какая могла быть опечатка и в каком же костюме перешел Тим Миллер. Слишком глубоко. Я так не думал. Совсем немножко времени остается. Так, мне интересно, чат ответил правильно? Но это не тот ответ. Типа не точно обещали с Сантой, но опечатали. Табуба отвечает. Это с Иоаннью неправильный ответ. Что она ответила? Санта Клауса. А вы видите. А, вы видите. А, все вижу. Ну, как будто бы они должны были хотеть пообещать фото с Сантой. Ну, пришлось с кем-то другим. Да, потому что... Саша Будуш отвечает. Да, я не знаю. Санта Клаус. Анус Клаус. Ну, собственно, это было бы без опечатки тогда. Да, да, да. Здесь что-то другое. Интересно, ответит ли кто-то? Ну, это неправильно. Просто надо было что-то написать. Да, тоже неправильно. Тоже неверно. Так, идем дальше. Что? Ответ Милан Рот ответил. Ну, что, Санта Олень какой-нибудь. Да. Ну, я подумал, что... Канадец Тихо. Я подумал, что просто всем захочется сфоткаться именно с ним в Новый год. Ну, потому что это Киану Ривз. Вот. Опечатка там, ну, написали Санта Клаус, должен был быть Киану Ривз. Ну, в смысле, наоборот. А, ну, логично, в принципе, да. Ну, все, просто опечатались на все слово. Да, 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 все логично. Спасибо, Милан. Дальга Дот. Можно было на это, да. О, Милан, не пошел улыб. Игорь, ну, конечно. Уэйн Грецкий? Как ты это угадал, Игорь? Как? Ну, в Канаде любят хоккей. У них, как бы, хоккейная страна. И Уэйн Грецкий это самый известный человек в Канаде вообще. Жесть. А хотели написать грецкий орех, да? Я не знаю, что они хотели написать, но я знаю, что навигать с ним хотели с ним сфоткаться все. Ну, очень логично было, но, конечно, ответ неправильный. Чую вопрос с говной. Что? Ну, раз никто не знает. Мы сейчас узнаем какой-нибудь ответ интересный. А вы выбрали он. Может быть, это Пок Чам, может Пок Чам. Смотрите, я поставил все. Я поставил все. Позволометись. Может быть, не, может Пок Чам, а может говно. Не, у нас никто не ответил. А что это было? Надо было Бразер составлять. И, ребята, Сатана в сайте сделали опечатку и написали не Санта, а Сатана и Чел пришел в костюме Сатаны. И с ним фоткались. Хороший. И, ребята, вопрос, правда, хороший. Ребята, давайте посмотрим на счет. Все пошли в обанк, кроме Милана. И у Милана остается единичка. И что, получается, Милан выигрывает. Ну, мы эту единичку ему вставим потом. Спасибо. Потому что очень тяжелая единичку. Легчайшая для меня. Да, Милан, как же вам удалось победить в нашей предновогодней своей игре? Я ждал момента. Мы его дождались. Изи Клэп, как говорится. Нет, победитель Бровян, честно скажем, давайте. Ну, да, победитель. Да вы оба с ней хороши. Бровян по-своему риском, а ты хорошей размеренной игрой. Так что, думаю, что вы победители оба. Все большие молодцы. Спасибо всем большое за игру. Низкий поклон, ребята, мои составители паков. Спасибо вам огромное за классный пак, у вас суперское оформление. Так, а сейчас у нас будет небольшая пауза, а после нее будем нырять в испорченный телефон. Алло.